Добрый вечер, новости Казахстана в эфире КАПЛЮС. Главное внутриполитическое событие дня. Второе. За один календарный год послание президента Казахстана прозвучало сегодня в столичном оперном театре. На этот раз, кажется, Нурсултан Назарбаев превзошел самого себя. Он приказал государству Казахстан жить вечно. Репортер Нургали Карабаев слегка в шоке от таких неслыханных перспектив. Это во всех смыслах историческое послание президента. Второй раз за один политический сезон Нурсултан Назарбаев выступает в роли отца нации. На этот раз на сцене театра оперы и балета. Отныне 20-30 уже не актуально. Если верить президенту, данная программа выполнена досрочно. Совсем как советская сталинская пятилетка за три или два года. Берите шире и больше до 2050 года. Я знаю, что найдутся критики и теперь, как тогда было. Но это не просто выдумка президента Назарбаева или других людей. Мы в течение двух лет работали над этой программой, подключая мировых известных экспертов наших, участием членов правительства и всех. И это результат большой работает. По президенту Казахстан, кажется, давно догнал и перегнал не только весь мир, но и самое себя. За последние 60 лет мировой ВВП вырос 11 раз. Обратите внимание, мы за 15 лет выросли 16 раз, мир за 60 лет только 11 раз. Другим странам на это потребовалось 100-150 лет. Но главное было впереди. На смену просто независимому Казахстану придет нечто такое, чего на белом свете, кажется, и быть вовсе не может. Мы поставили амбициозную цель – превратить нашу независимую страну в вечное государство. После таких слов сам Бог велел закончить эту предпраздничную постановку праздничным концертом. Нургали Карабаев, Астана, Казахстан. От вечности к казахстанским реалиям. В Алматы продолжаются заседания по делу газеты «Голос Республики» и еще 30 изданий. Сегодня заседания прошли без прокурора. Присутствующий в зале суда представитель надзорного органа отказался от своих профессиональных обязанностей и заявил, что является истцом по данному делу. А потому и на многие вопросы ответить не может. За процессом наблюдала Татьяна Ковалева. Республиканцам трижды отказали. Представители издания, которые прокуратура обвиняет в экстремизме, три раза сегодня заявляли отвод председательствующему судье. Столько же раз Гульмира Бесенова возвращалась в зал заседаний. За пять часов разбирательств она удовлетворила только одно ходатайство защиты и отклонила более десяти. Судью попросили назначить психолого-лингвистическую экспертизу всех публикаций, истребовать доказательства распространения материалов экстремистского толка и допросить в качестве свидетелей экспертов, на которых ссылается прокуратура в своем иске. Я считаю, что судья не беспристрастна, что она заинтересована. И мы видим, и писали заявление, и говорили, уже мы три раза делали отвод судьи. И изначально говорим о том, что судья не ведет беспристрастный процесс, что она заинтересована, и в соответствии с 40-й статьей мы считаем, она не может рассматривать это гражданское дело. Прокуратура в ходе пятичасового заседания так и не смогла предоставить суду публикации средств массовой информации, на основании которых им были предъявлены обвинения. Что в этом материале, в этой статье экстремистского, тоже не надо разбираться? Мы считаем, что этот факт уже доказан, что данный материал именно в этих публикациях имеет место. Кем он доказан? Доказан заключение экспертизы и соответствующий переговору суда. А вы сами поняли вообще, из заключения экспертизы, что в этом материале экстремистского? В своем иске прокуратура просит суд признать 8 газет, 23 интернет-ресурса и другие. Именно так написано в иске, хотя узнать, кто эти другие, так и не удалось, единым СМИ. Примечательно, что такого определения в казахстанском правовом поле не существует. С этим согласился и прокурор. Есть ли такое понятие в законе? У меня вопрос на вопрос. Есть ли такого понятия, как единое средство массовой информации, законное средство массовой информации? Получается, в законе, по закону его нельзя считать единым СМИ, такого вообще ничего нельзя, никого считать единым СМИ. А мы хотим это признать. И самое главное, вот смотрите, что самое главное, судье неинтересно все это. Вот я задаю эти вопросы, мне это интересно, а судья что делает? Он говорит, ну хватит, он же что-то там говорит, типа хватит, хватит. То есть судья не хочет разобраться, он даже вид не делает. Все заявленные адвокатами защиты ходатайства судья оставила открытыми. Это значит, что рассмотрены они будут в самый последний момент после премии и за закрытыми дверями. А потому приобщены к делу уже не будут, резюмируют адвокаты. Заседание продолжится 19-го числа. Татьяна Ковалева, Александр Платонов из Алматы, Казахстан. Еще об одном процессе. В Алматы состоялось заседание по иску прокуратуры газете «Взгляд» о признании ее экстремистской. И в очередной раз заседание пришлось перенести. Адвокаты внесли ходатайство об исключении из дела экспертизы, проведенной по делу Козлова. Недавно приступивший к изучению материалов адвокат Геннадий Нам пояснил, что экспертиза, сделанная специалистом Акбаровой, не имеет никакого отношения к газете «Взгляд». Кстати, сама Роза Акбарова отказалась принимать участие в судебном процессе, сославшись на занятость. Следующее судебное заседание состоится 20 декабря. Напомню, 21 ноября прокуратура Алматы подала иск о признании 8 газет и 23 интернет-ресурсов и телеканала КАПЛЮС экстремистскими организациями и запрещение их деятельности на территории Казахстана. Эта экспертиза проведена в рамках уголовного дела по Козлову, которое проходило в Актаву, в Магистауской области. Эта экспертиза была предназначена для того уголовного дела. Вот сейчас то, что вы сказали, относительно того, вот я имею в виду на замечание прокурору, она проводилась в рамках того уголовного дела и являлась доказательством для того уголовного дела. Два активиста социалистического движения Казахстана – Арман Ажалбаев и Георгий Пштейн – сегодня были задержаны при выезде из одной из алматинских типографий. Полицейские изъяли у них листовки. В бумагах описаны события в Жанаузене, трудовые конфликты и требования о бесплатном образовании и медицинском обслуживании, а также протесты против возможного повышения пенсионного возраста женщин. Содержание материалов анализировали чиновники в Управлении внутренней политики Акимата. Арестованным, а один из них является российским гражданином, инкриминирована статья 344 Административного кодекса. Речь идет об изготовлении и распространении продукции СМИ, содержащей сведения, направленные на пропаганду насильственного изменения конституционного строя. Закон предусматривает наказание штраф до 20-ти месячных расчетных показателей. Между тем, активисты говорят, что никаких призывов к свершению строя в бюллетенях нет, только анализ социальных процессов в стране. Ситуация заключается в том, что сегодня с утра они поехали в типографию забрать бюллетени солидарности, посвященные 16 декабря. Такого там не было вообще. Социальные требования являются, такие как бесплатное образование, только являются свершением существующего строя, только тогда. А в Москве прошел пикет в знак протеста и в поддержку задержанных сегодня в Казахстане активистов социалистического сопротивления. Пикетировать казахстанское посольство в РФ вышел активист комитета за рабочий интернационал Дмитрий Ушаков. Он рассказал о задержании полиции коллег в Алматы. Еще раз напомню, сегодня утром вместе с тиражом информационной бюллетени в 99 экземпляров были взяты под стражу Георгий Эпштейн и Арман Ажаубаев. Эксперты проводят анализ на наличие материалов с агитацией, пропагандой свержения конституционного строя. По словам коллег, задержанный номер посвящен годовщине же наузенской трагедии. На данный момент они на свободе. В отделении их заставили написать объяснительную. Гражданин же России Георгий Эпштейн отказался что-либо писать и потребовал встречи с послом России и прокурором. Но в этом праве ему отказали. Как вы знаете, в 16-е число, которое будет буквально на днях, будет подписана акция годовщина событий в Женозене. Поэтому, безусловно, мы уже санкционировали митинг на это воскресенье, который мы проведем по этому поводу. И, безусловно, мы туда включим вопросы, которые были подняты сегодня, когда наши товарищи Георгий Эпштейн и Армана Жуубаева задержали, и, возможно, сейчас уже будут судить, мы эти вопросы вводим и на митинги в воскресенье. Так что это не только сегодня. Сейчас мы завершим наш пикет за холода и пойдем давать петицию. Петиция изначально была посвящена событиям в Женозене, потому что посольство работает только по будням. В выходные подавать некому. В канун годовщины расстрела в Женозене и Шетпе столичная оппозиция почтила память 18 убитых пятничным намазом и собралась за поминальным обедом. Активисты убеждены, надо перенести День независимости на другое число, потому что 16 декабря ни о каком празднике не может быть и речи. Этот пятничный намаз в столичной мечети Нур-Астана только с виду традиционный. Для некоторых посетителей визит в храм – редкость. Столичные инакомыслящие решили под суры из Корана почтить память погибших год назад в Женозене и Шетпе. А после молитвы общественники поехали на поминальный аз – небольшое кафе на окраине столицы. Пусть земля им будет пухом, пусть после них оставшиеся их дети, родственники увидят действительно, когда в Казахстане наступит справедливость. И пусть в Казахстане таких трагических событий, как в Женозене и Женозене, никогда не повторится. А для этого наши усилия, наше объединение пусть будет результативным. Маурсаки и сладости. Оппозиционеры накрыли довольно скромный стол. В столице стоят морозы, и в кафе тоже очень холодно. Желающих помянуть не больше 30 человек. К тому, что на приглашение откликнулись немногие, организаторы не сильно удивлены. Первая причина – это холод, что такая погода. И, во-вторых, может быть, много людей боятся говорить с Женозене. Мы же прекрасно видим, вот вчера, значит, то, что вчера мы услышали, что с Женозене вообще запретили проводить праздники и вообще собираться выходить на улицу, в связи с тем, что там где-то в каких-то областях людей за это наказывают, репрессируют. Мне кажется, многие уже подумали, что не стоит идти на эти мероприятия. По мнению собравшихся, надо выбрать для Дня независимости другую дату. 16 декабря после Женозеновских и Женозенских трагедий перестал быть праздничным. Исторически это давно уже траурный день для всей нации. Сана Турналиев, Ермек Амиров, Астана, Казахстан. Судебные процессы над независимыми СМИ – это один из способов запугать население и лишить доступа к альтернативной информации, уверенный в Международной организации «Артикль 19». Сегодня в Алматы за круглым столом правозащитники обсуждали проблемы разжигания социальной розни. Людмила Экзархова с подробностями. Что такое разжигание социальной розни и как эта норма прописана в казахстанских законах, пытались проанализировать правозащитники. Хлесткое обвинение опробовано на нескольких процессах. В самое первое в разжигатель попала профсоюзный юрист Наталья Соколова. А после принятия поправок в соответствующую статью 164 Уголовного кодекса и нового закона о нацбезопасности в 2011 году тут же последовали суды над политиками и СМИ. Зачем это сейчас делать? Это из-за того, чтобы испугивать людей. Это показать, что да, мы можем это сделать раз, и потом, чтобы на улице. Те люди, у которых нет интернета, у которых нет телевидения, излишайтесь информации. Социолог Айман Жасубова рассуждает на скользкую тему о напряжении между разными группами, о борьбе между политическими элитами, о сильном расстоянии в обществе на богатых и бедных, также социальном противоречии между городским и сельским населением. Если у людей нет веры в то, что какие-то вещи они могут решать законным путем, прозрачно, и есть какое-то чувство предопределенности, конечно, это приводит к забастовкам, ко всякого рода социальным конфликтам. О том, что социальный конфликт долго озрел в Жанаузине, говорит политолог Замир Каражанов. Этот очаг может возникнуть в любом малом городе, считает он. Их проблемы слишком схожи. Это слабое экономическое развитие, безработица и зависимость от градообразующего предприятия. То, что произошло в Жанаузине, это у нас сейчас начинается та же самая модель на уровне всего Казахстана. Правозащитник Евгений Жовтис подготовил и развернутый доклад на 15 листов. Авторитетный эксперт и разъяснил, как понятие разжигания социальной розни прописано в международном праве и как оно применяется в Казахстане. Жовтис наблюдал над процессами по 164-й статье и недоимевает, почему в частности в суде над политиком Владимиром Козловым понятие соцрознь дают оценку не юристы, а политологи и лингвисты. Как можно человека судить, решила листовка, как можно человека судить за разжигание социальной розни по листовкам, для установления содержания которых нужны эксперты. То есть без экспертов разобраться, есть там социальная розни или нет, невозможно. То есть нужно пригласить экспертов, и тогда что говорить об обычных гражданах. В международной организации «Артикль-19» проанализировали казахстанский закон о нацбезопасности. Их вывод совпал с выводами других наблюдателей. Документ не соответствует международным стандартам, но приговоры разжигателям все выносятся, и правозащитники опасаются, что теперь будет ужесточен контроль над информационным пространством в стране. Они предупреждают власти. Это тупиковый путь. Людмила Экзархова, Толгат Умирбеков, Алматы, Казахстан. День независимости отметили казахстанские малолетки. Юные уголовники, как это неудивительно, отмечали роль и заслуги президента. О своей несвободе преступники по всем правилам уголовного мира говорят неохотно, либо вообще не говорят. Журналисты отметили День независимости за колючкой. Праздник за колючей проволокой. Здесь дети сидят за совсем не детские проступки. В их личных делах уголовные статьи о воровстве, изнасиловании и убийстве. Как признается воспитатель Иртайшакенов, с детьми труднее, чем со взрослыми. И воспитание таких мальчиков – самая сложная задача. Но у них есть интерес. Например, сегодня они сами организовали концерт для сокамерников. Мы хотели хоть немного поднять настроение наших ребят, поднять патриотический дух. 19-летний Арман попал сюда за убийство по неосторожности. Посадили на пять лет. До свободы ему остался год. Там его ждет мама и маленький брат. Для подростка праздник со словом «независимость» в колонии – это некое отдушное напоминание о воле. Я думаю, для казахстанцев это большой праздник. Думаю, независимость мы приобрели благодаря Нурсултану Абишевичу. И то, что мы стали крупнейшей страной в Азии. А вот Аскара давно ничего не интересует. Он даже не помнит, что ему нравилось в детстве. И чем он займется на воле, тоже не знает. Зачем это говорить, разрушать, кому-то не надо сказать. Но это же никому не надо так же. Зачем это? Никому не нужно это. Зачем, зачем, как, почему. Единственная детская колония Казахстана отбывает срок 115 воспитанников. 70% из них сидят за тяжкие преступления. Некоторые подростки даже не видят будущего за пределами тюремных стен. Ведь там их никто не ждет. Один из любимых художников президента Казахстана сегодня открыл персональную выставку в Алматы. Нурлан Бажиров всегда был известен в узких кругах. Сейчас он выходит в состоятельный народ. Близкая для казахстанцев тематика намадизма сегодня особенно пользуется политическим спросом. Евгения Сазонова познакомилась с мастером, чьи работы украшают резиденции президентов. Художник Нурлан Бажиров – персона совсем не местного масштаба. В Казахстане его больше знают в кругах элитарных и власть имущих. Картины Бажирова – достояние аккорды. Ими в часы досуга любуются президенты Казахстана и России. Скорее всего, нравятся мои работы. Не меня любят, а мои произведения. Секрет такой, что вкладываю все силы туда. Когда человек добросовестно работает, и отдача есть. Нурлан Бажиров считается самым дорогим художником Казахстана. Одну из его работ – картину «Кочевник». Специалисты, например, оценили в 50 тысяч долларов. Это первоначальная цена. За сколько можно продать работу, стоит только догадываться. Ее наверняка захотят оставить в стране, потому как тематика близка генетически и политически. Несется сальник на полном скаку. Казахстан, как страна, врывается в мировое сообщество и говорит о себе, заявляет громко. Весь голос – я, Казахстан, независимый, свободный, мятежный. Один из гостей экспозиции – зам Акима Алматы Серикси Думанов. Как выяснилось, зам городоначальника – натура творческая. Коллекционирует картины и посещает музеи. Во-первых, часто бываю на выступе. Это относительно других людей. Третий день подряд, например. А во-вторых, конечно, этого художника я, к сожалению, не знал, как вот сейчас. Поэтому восхищаюсь, посвящен. Просто я не буду говорить, что я сильно разбираюсь в живописи, но у меня неплохая коллекция картин. Всего на этой выставке 36 работ Бажирова. Все они продаются и, как показывает практика, покупаются. Здесь каждый решает сам, что это – тяга к искусству или искусственная тяга. Например, выгодное вложение нашитого капитала. Возможно, и то, и другое. Евгения Сазонова, Баужан Агрисов, Алматы, Казахстан. Мороз – как вдохновение. Жительница семьи пишет стихи о своем житье-бытие в замерзающем доме. В 40-градусные морозы около 150 жильцов остались практически без отопления. На бумаге оно есть, а на деле плюс 10 в квартире. И эта температура благодаря обогревателям. Подробнее Марлан Есельбаев. Последние несколько лет перезимовать в своей квартире для Галимы Косымовны – настоящее испытание на морозоустойчивость. Столбик термометра редко поднимается выше отметки плюс 10. Правда, именно это обстоятельство стало для хозяйки квартиры Музова. Обогревает Галима Косымовна собственное творчество. Каждый год одно и то же повторяется. Вот написала. Начались холода, начались волнения. Вместо столбиков тепла поднялось давление. Нервотрепка, беготня, кутерьма бескрайняя. До чего ж нас довела кочегарка дранная. В доме номер 12, 410-го квартала, 60 квартир. И проблема, о которой пишет своих произведения Галима Косымовна, для них общая. За окном минус 40, и в квартирах стужа. Сами жильцы говорят, что вся проблема в том, что их дом расположен в самом конце линии теплотрассы. Тепло не доходит. Интересно, что такого же профессионального мнения придерживается и кассир КСК. Она одна согласилась прокомментировать ситуацию. Мы меняли лежак обратки на больший диаметр. Где-то метров 15-20 заменила представитель КСК. Два дня не меняли. Но результатов никаких. Потому что к нам просто не поступает тепло. Достаточно, чтобы обогреть этот дом. 410-й квартал, дом 12. В кооперативе говорят, что трубы меняют. Перманентно, но частями. Тепловиков на месте нам не удалось найти. Но, как сказали жители дома, проблему они своей не признают. Уже обращались туда. Правда, квитки на оплату присылают без задержек. ТЭЦ говорит, мы подаем. КСК придет, посмотрит, сольет воду. Баками сливается вода, в квартире потеплеют батареи. Как только они ушли, так все. И опять осталось все на своем месте. Всю воду сливает в подвал. Скоро у нас дом свалит, свалит, так и дает. Что теперь делать жителям дома номер 12, остается неясно. То ли деньги собирать на замену труб, то ли пытаться найти виновного. Тем временем синоптики обещают усиление морозов. Марлан Исельбаев, Семей, Казахстан. Это вся информация на сегодня. Оставайтесь с нами. Удачи!